Спасибо. Это, пожалуй, самое доброе и теплое слово на всех языках мира. Ежедневно каждый человек на планете Земля произносит этот символ признательности много раз. Но задумывается ли о том, как оно появилось в нашей речи, что означает и насколько мощная энергетика обладает? Всем известно с детства спасибо слово волшебное вместе с словами мама, пожалуйста, дай. Мы произносим его одним из первых и продолжаем говорить на протяжении всей жизни. Слово спасибо устоявшееся сокращение от фразы спаси бог. Именно так на Руси выражали благодарность. И, пожалуй, 11 января самый вежливый день в году. Именно сегодня весь мир отмечает день слова спасибо. Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности имеют поистине магическую силу. С их помощью люди передают друг другу радость, положительные эмоции и свое внимание. Психологи рекомендуют произносить слова благодарности как можно чаще, улыбаясь при этом и говоря их от чистого сердца. Благодарить людей нельзя в состоянии раздражения, потому что тогда процесс не достигнет своей цели, не принесет радость. Как часто произносите слово спасибо? Каждый день я работаю в общепите, там часто нам говорят спасибо. Каждый гость, который уходит, обязательно нас благодарит. Это обычное явление, все время, часто. Есть свежие у людей, а есть, которых надо подальше уходить. Всегда, когда необходимо. Сколько раз в день? Может, около двадцати. Говорить спасибо нужно говорить от души и искренне, чтобы человеку было приятно. Надо воспользоваться любым моментом, чтобы сказать спасибо своим близким, своим любимым людям и вообще благодарить за то, что тебе помогли и незнакомые люди. Все мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни. Но большую часть благодарности мы выражаем, даже не задумываясь об их смысле. Психологи считают, что слова благодарности – это знаки внимания. Они являются устными поглаживаниями, даже способны согреть своей теплотой. Если с позитивной целью, с позитивной точки зрения мы обсуждаем этот момент, то, конечно, оно питает человека. В течение месяца любое слово, которое мы услышали, оно работу в нашем организме ведет. Если мы говорим о биологических ритмах, об энергетических потоках в нашем теле, то если это слово мы услышали от того человека, который искренне пожелал нам этого добра и благодарности, конечно, это слово будет благотворно влиять в нашем организме, работать в нашем организме в течение практически целого месяца. Несмотря на то, что для России Всемирный день спасибо является относительным новшеством, он постепенно становится все более популярным. По традиции, в этот январский день нужно как минимум сто раз поблагодарить своих близких, приятелей и даже незнакомых людей. Слова благодарности можно выражать не только устно. В продаже имеются специальные открытки, в которых можно обозначить свою признательность. Но не стоит забывать, что благодарить друг друга следует не только в определенный, но и в любой другой день. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.